Тема нашего урока Ертарган. Казахский героический эпос. Сегодня на уроке ты узнаешь, как составлять план на основе выявления последовательности события. Обрати внимание на значение некоторых слов, которые ты встретишь в произведении. Мерген – это охотник. Радушный – значит добродушный, гостеприимный. Лучник – это воин, вооруженный – луком. Радь – это войско. Латы – доспехи. Палица – палка, дубина, посох. Произведение Ертарган – новый, незнакомый тебе жанр литературы – героический эпос. Что такое героический эпос? Героический эпос – это произведение устного народного творчества патриотического содержания. Он имеет историческую основу и повествует о славных воинах – батырах, защитниках народа. Послушай отрывок казахского героического эпоса Ертарган. Но Тарган не бросился в гущу боя, а кинулся прямо к воротам крепости. Тарлан нес батыра сквозь вражеское войско. Путь расчищал себе копьем длиною в шесть кулашей. Достигнув ворот, Тарган выхватил тяжелый меч длиною в семь корызов. Рубил он своим мечом врагов, наседавших справа и слева, и скоро очистил от них площадь перед железными решетчатыми воротами. А потом взялся за палицу и разбил ею в дребезги каменные засовы ворот. Франки бросились к батыру, а он стал разить своих врагов кинжалом, поражать стрелами. Подумай и ответь на вопрос, почему произведение Ертарган относится к героическому эпосу. Отражает борьбу нагатца с франками, рассказывает о войнах Ахшахана, имеет историческую основу и повествует о батыре. Проверь себя. Произведение Ертарган имеет историческую основу и повествует о батыре. Подумай, каким представлен главный герой эпоса Батыр Тарган. В мирные дни пускался в буйство. Не только храбр и хорош собой, но и наделен умом. Устраивал набеги на своих же родничей, живущих по соседству. Проверь себя. Батыр Ертарган не только храбр и хорош собой, но и наделен умом. Даже Ахшахан убедился в этом. Вспомни, что такое план. План – это последовательное представление частей содержания изученного текста в кратких формулировках, отражающих тему или основную мысль. Прочитай отрывок, подбери к нему заглавие. Слушай меня внимательно. В те времена случалось нередко, что даже сотенные начальники ханского войска в мирные дни пускались в буйство. Они, не стыдясь, обирали народ, учиняли разбой. А бывало и так, что, задумав в одну ночь охватить несметные богатства, устраивали набеги на своих же родичей, живущих по соседству. Случись в это время напасть настоящим врагам, народ оставался без защиты. Выбери ответ. Бесчинство начальников, жизнь мирного народа, несметные богатства родичей. Проверь себя. Правильным ответом является вариант А. Бесчинство начальников. Бесчинство – это нарушение порядка общепринятых норм. Прочитай события и определи их последовательность. Цель достигнута. Крепость пала. Враг нападал бесстрашно. Народа без храбрецов не бывает. Проверь себя. Враг нападал бесстрашно. Народа без храбрецов не бывает. Крепость пала. Цель достигнута. Подведем итог урока. Вспомни, что такое героический эпос. Героический эпос – это произведение, прославляющее силу и подвиги славных героев, в основу которых положены реальные исторические события. Наш урок подходит к концу. Теперь ты знаешь, как составлять план на основе выявления последовательности событий. А теперь подошло время для выполнения заданий. Желаю тебе удачи!